Всем привет! С вами Ира Кураш. Мы продолжаем проходить Pathfinder Kingmaker. И, как вы помните, в прошлый раз мы с вами победили ненавистного... Ну, не то, что прям ненавистного, но победили шамана-гоблинов. Ну, и как я и предполагал, да, нам надо теперь быстро бежать, спасать Кестона Гарриса. Я не был уверен, как его зовут, поэтому я сказал Кестон Гаррис. Типа не Т, не С. Ну, типа, сами решите. А, эй, во. Ну, и, в общем-то, я надеюсь, что мы его сможем спасти при этом. Давайте-ка, наверное, защитверы кинем девчулям. Они точно пригодятся. Ну, и благо, они сейчас висят под 9 минут. В общем, вполне себе хорошее время для того, чтобы... С этим будем разобраться. Да, кстати, нашему персонажу было бы неплохо сразу положить цветок спешки в ручки. Чтобы он чуть что такой. Эхей, ребята. Потому что вы видели, как мы под спешкой всех... Ой. А-а-а. Блин, я был прав. Я был прав, с вами Господня. Так, тихо. А перед тем, как мы бежим внутрь, давайте, наверное, все-таки поступим не так хорошо, как, наверное, от нас ожидается. И оббафимся. А потом уже залетим толком. На самом деле тут из бафов только ускорение. Эй, побежали. Ух. Так, друг. Ну, эй, бомбочек нет. Так, а у нас еще есть? О, мы можем поиграть в музычку с вами немножко. Ну, и поняв, что не установив наши ресурсы, мы с вами совершенно с ним не справимся, я все-таки взял и отдохнул. Это, наверное, хорошее решение. Но, по крайней мере, я очень рассчитываю на то, что оно правильное. Октавии, кстати, оборонительный бой нафиг не нужен. Я вот что подумал. Ну, и в принципе... Эм, так, окей. Теперь у нас есть бомбочки. Как минимум, они должны зайти хорошо. Ну, и мы можем нафигачить мутагенов, героизма. А, жалко, что героизм, он на себя только кастует, гадин уж и таки. Но у него есть... А, смотрите. Эй, нет, на себя. Ладно, хорошо. Пусть будет так. В общем-то, надо бы хорошо подготовиться. Но, в первую очередь, там, скорее всего, все эти твари нейтральные. Поэтому придется что-то придумывать. Ну, то есть, у нас есть, в принципе, защита от мировоззрения. Есть ускорение. Я думаю, мы всем этим оббафаемся перед тем, как туда лезть. И попробуем, ну, в этот раз, чтобы все получилось. Раз, два, три, три, четыре. Где-то еще вылупился, а дно где непонятно и не слышно. Окей, песнь величия здесь. Здесь у нас ускорение, конечно же. Ты, дружок, давай-ка защиту от закона отстрел. Блин. Ничего у него нет, на самом деле, против таких, против нейтральных. Тогда давайте молебен кинем. Ну, сразу, чтобы забегать под ним. Наш персонаж играет. Джубилост. Кошачья грация. Во. Так, девчуля, я растись. Во. И мы бежим. Мы бежим все вместе на сфере поувивермы. Единственное, о мире назад отойди. Во. Сейчас надежда на то, что там Джубилост. Как минимум, их закидает, но если не шапками, то всяким злом. Наш персонаж, наверное, призовет чудовище. А Тристин встанет вот здесь, начеку. Но, кстати, у нее есть призыв скелетиков, который нам много раз помогал. О. Так. Ха. Слушайте, ну, естественно, с отдыхом у нас все проходит хорошо. Что у нас тут? Осталась одна штука. Две, они просто вместе стоят. Но бомбочки им хорошо прилетают. Да и мечи наши тоже им хорошо приходят. Фух. Слушайте, справились. Шкуры. Шкуры мантикоры. Весит дофига. Стоит ничего. Ну. Лады. Давайте посмотрим, что тут в лагере. Как я и говорил, да. Возможно, возможно, если знать, кого убивать, а кого оставить, мы могли бы этой ситуации избежать. Но не факт. Ой, песня. Кестон тяжело дышит, оглядывая поле битвы, залитая кровью. Ваша милость. Это что ж такое творится? Люди. Те, кто пришел из лагеря, они взорвались. Сразу как были. Шаман болтал о каком-то сезоне цветения. Похоже, все проглоченные людьми семена превратились в порталы. Кестон проводит рукой по лицу. Если рассвели все семена, храни на всех Абадар. В столице же полно заболевших. И на улицах, и в лечебнице Кавкина. Кестон поворачивается к вам. Нужно спешить в столицу. Отправляйтесь туда, я продолжу поиск источника семян. Шаман упомянул какое-то место выше по реке, которое он назвал Утробой Ломашту. Семена появляются из нее. Тогда я собираю моих людей и отправляюсь туда. Кестон стискивает зубы. Я выясню, кто или что виноват во всех этих смертях, ваша милость. Клянусь, я найду эту Утробу и уничтожу источник заразы, даже если мне придется заплатить за это жизнью. Но Кавкин... Великие боги, он же совершенно без охраны. Да и все остальные жители. Хватит ли сил стражи, чтобы сдержать нападение тварей? Кестон молчит несколько секунд. Нет, я должен идти вверх по реке, должен пресечь появление семян, остановить этот кошмар. Решайте, ваша милость, где ваша помощь нужнее. Времени мало и на кону человеческие жизни. Думаю, Джот до последнего будет защищать своих больных, а я... Тесно, блин, не это отводит глаза. Я ко сьми лягу, лишь бы покончить с этим кошмаром раз и навсегда. Хм. А? Может быть, ты отправишься в столицу? Нет, ваша милость, я должен отыскать источник семян во что бы то ни стало. Это мое решение и мое последнее слобо. Это утро Баламашту должно быть кишит чудовищами. Ты справишься? На бледном лице Кестона застыла непроницаемая маска. Не знаю, барон. Я не могу этого обещать. Он криво смехается. Но у нас не то, чтобы большой выбор. Как ты думаешь, у Кавкина есть шансы продержаться до моего прибытия? Если вы отправитесь прямо сейчас в столицу, полагаю, что да. Если же вы направитесь в Утрок Баламашту, тесно поднимает на вас взгляд. Джот не воин, ваша милость. Он жрец. Он будет защищать своих пациентов до последнего, однако силы будут слишком неравными. Что будет с уцелевшими людьми в этом лагере? Большинство из тех, кто пережил начало цветения, разбежалось. Надеюсь, люди найдут дорогу домой или хотя бы сумеют выйти к тракту, где их подберут патрули. Ладно, отправляйся в Утробу Баламашту, Кестон. Я приму решение и выдвинусь чуть позже. Кестон кивает. Не медлите, барон. Если вы отправитесь в Утробу, то наверняка успеете нагнать мой отряд. Если вы двинетесь в столицу, то, надеюсь, вовремя придете на помощь тем, кто остался там. Дохранит вас Абадар. Хм, но я бы, честно говоря, помог, наверное, в столице. Хм. А, окей. Такой квест. Типа, спасай столицу. Я собирался принимать это решение сам. А мне его навязали. Я не против, ладно. Поскольку навязанное решение совпадает в целом с моим. Пошли спасать столицу. Что же у нас все не ладно-то так в баронстве, а? Какое-то проклятое место нам подсунули. Все, уходим. Тут вес... Оу. Хм. А где дальше по реке Утробу Ламашту? Старинная копь. Деревня серебристого следа. Фиг поймешь, но явно надо бежать в столицу. А, бежать, бежать и бежать. Было бы неплохо еще по пути где-то передохнуть, наверное. Может быть. Давайте вот здесь и передохнем, попробуем. Я надеюсь, это никак не повлияет на исход. Рацион-то мы сожрали. Ну ладно. Так. О. Хотя бы доброт на ужин у нас удался. И никто не напал. А что здесь происходит? Беглецы Спитекса. В баронстве укрывается бежавший Спитекса эльф, осужденный как глава опасной банды. Однако неизвестно, насколько правильно мы носили приговор при дворе Ироветти. Эм. Окей, это мы решим, но у нас есть другие проблемы пока что. Ну и давайте прорываться в тронный зал. Смотрите-ка, нам даже не дали выбрать, куда мы заходим. О, моя столица. Сволочи. Я ее устроил с такой любовью. Ха-а. Перемоси и травимся. Э. Интересно. Сколько у нее ловкость под всем? А, мотаген ловкость, в принципе, не стакается ни с чем. Вот тупизм. Ладно. Так. Традиционно давайте девчулим щиты веры развесим. О, она Адаяна. Ой. Ну, и я вот вижу, что тут уже лежит дохлая гидра. Ух. Сейчас будет весело. А-а-а, моя столица. Молодая стражница, стоящая на посту, нетвердыми руками сжимает оружие. По измятым доспехам струится кровь. Ваша милость, наконец-то. Не знаю, сколько мы продержались бы без вас. Исцеляем стражницу. Позволь мне облегчить твою боль. Благодарю, ваша милость. Да, с Табодар еще повоюем. Что ты здесь делаешь? Я ранена. Хилланд, капитан, приказал мне стоять здесь, помогать выводить мирных жителей и ждать вашего прихода. Во имя Абадара, как я рада, что мы дождались вас. Кто нас атакует? Звери, звери, ваша милость. Гидры, мантикоры, какие-то чудища вроде медведей с петичьими головами. Мы сначала подумали, что это вражеская армия. Но среди них нет ни одного человека. И меня никто не командует. Они просто идут, 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 как лавина. Подожди обстановку. Обстановка тяжелая, но мы держимся. Есть жертвы, но мы отводим мирных жителей в безопасные места. Вы пришли вовремя, ваша милость. Спасите своих людей и свою столицу. Не буду терять время зря. О. Так. Чувствую, будет весело. Ой. Ну-ка. Ай. Джуби Лост. Давай пока бомбочки проэкономим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фигайся тут, чувачки. Ифига, здесь, конечно, враги. Откуда... Откуда они появляются? Ну, то сейчас такое ощущение, что они из воздуха материализуются. Ой. Ой. А там ребят вообще издалека решили атаковать. А-а-а. Октавия, а подойди-ка ты сюда, подруга. Давайте нам кинешь увидеть невидимое коллективное, а вы двое подтянетесь. Вот. Так будет сюрпризов гораздо меньше у нас. Ну, давайте, давайте, ребята. Ковыряем. Ух ты. Так, ну, несмотря на все усиления, нам достается. Потихоньку, помаленьку. Но достается. Ай. А знаете, чё? Я вот так подумал, что лучше быть стратежным, чем умереть героем. Амери, вот сюда иди. Амери. А вот отсюда не можешь? Да, и уф, фак. Нашему персонажу бы музычку поиграть, а Тристиану бы, наверное, нас подлечить. Тристиан, Тристиан. Ай. Тристиан, давай. Давай. Давай, брат. Давай. Ай-яй-яй. Наш персонаж с тем временем, кстати, может кинуть им замедление. Ну, например, если он расподобится. Желтая чара мантикора. Блин, обалдеть. Там, конечно, твари такие, что... Мало не покажется. И они прибывают. Самое интересное. Ай-яй-яй, Тристиан. Так, мне кажется, вот сейчас было бы хорошо. Пару бомбочек метнуть туда. Да, Джибелос? Еще одну? О, отлично. Так. Пипец, конечно. А знаете, что? Пожалуй, мы поэкономим, потому что иначе у нас просто не хватит сил. Обалдеть. А если это трэши, да, то есть мобы, которых предполагается, что мы пройдем очень легко, то что же будет дальше? И у нас есть связь с религиозным символом. Что они делают? А, нет, из лечения недуга. Давайте попробуем. У нас девчуль, он может полечить? Ха. Окей, видимо, на них таких недугов нет, чтобы прям его помощь нам пригодилась. Блин, мой город. Эй-эй-эй-эй. Стоп. Я хочу сохраниться. Тут каждый шаг может стать очень последним. Вот так вот, да, типа строишь королевство, строишь, там что-то пытаешься. На. Ну, понятно, что преодолевая вот эти всякие сложности, мы становимся сильнее. Ой. Так, девчуля. Давай-ка ты на себя кинешь скорость. Вот эти вот самые дальние стреляки подойдут вперед. И наш персонаж, опять же, включит свой шарман. А музыка где, друг? Вот, музыка. Так. Шарманку можно пока отключить, она долго висит. Нормально. Ага. Ну, как минимум мы с вами прорвались до Хиланда. Давайте узнаем, что он нам скажет. Капитан снимает шлем и вытирается албопот. Хвала всем добрым богам. Не знаю, сколько бы мы продержались без вашей поддержки. А. Отличная работа. Вы сражаетесь, как герои. Кто надает вам честь? Благодарю вашу милость. Что нам известно о нападавших? Очень мало. Некоторые монстры вырвались из тел больных людей в лечебнице Кавкина. Другие пришли из леса. Ни одного человека среди них не было, и дрались они как разъяренные звери, а не как армия. Похоже, ими никто не командовал. Это пока все, что можно сказать. Какие жертвы среди стражей населения? Большая ваша милость. Прие вы чуть позже, и столица бы, наверное, конец. Будь на чеку-бой еще не закончена. Так точно, ва, невдалеке раздается страшный грохот. Что-то огромное приближается. Круша здания на своем пути. А-а-а! Я этого не просил. А где все остальные наши спутники? Линзи, Ригангары? Насос. Если не понимаете, какой насос, то послушайте известную песню про альбатрос. Ай! Ой! Вы видели? А вот я теперь ничего не вижу. А, окей. Это не есть хорошо. Это прям на сто процентов не есть хорошо. Блин. А что у девчули есть еще? Слушайте. Я вот что вспомнил. Я вот что вспомнил. Амири, стой на месте. Амири, у нас есть одно зелье. Нет, даже не одно зелье. Я помню, была целая пачка расплывчатости. Ох. Ох и потанкуем сейчас. Так. Амири, стоит на место. Амири, нападай. Амири. Зелье. Амири. Отлично. Теперь понеслась. Наш персонаж, соответственно, начинает петь. А здесь надо прям молебен фигачить. Амири должна яроститься. Октавия. Черт, ускорения больше нет. Ладно, мы сейчас луч пустим. А наш персонаж начал петь, соответственно, спиток ускорения. Хорошие свитки. Очень даже полезные. Но, в общем-то, я рад, что я их не продал. Ох. Ох, грозный первородный совух. Так, а что мы еще можем сделать? Наш персонаж может, в принципе, замедлее. Да, у нее есть замедление. Здесь уже все идет. Здесь все по полной. Мы делаем все возможное. А, у девчули есть волш... О, удар молнии, кстати. А, нет. Нет, идея плоха. Идея плоха и преступна. А... Блин, ну давайте элементали призовем. Эм... Средний элементаль воздуха поможет нам, наверное. Ай! Какой элементаль воздуха? Лечи. Ху-ху-ху. Как вовремя. Ха-ха-ха. Вот это задница вообще. Что нам с него дадут? Наруч. О, Кавкин. Кавкин жив. Хух. Непросто. Старый жрец, морща, держится за бок. В одежде расплываются кровавые пятна, но видно, что его жизнь в безопасности. Пришли все-таки. Я молил, а растил, чтобы вы успели. Ты сильно ранен? Ерунда. Ничего такого, что не излечило бы молитву, а растилу. Но моя рана подождет. В городе слишком много тех, кому божественная помощь нужнее. Что здесь произошло? Я закончил одну операцию и готовился к следующей, когда все пациенты расцвели. Никто не уцелел. Мне удалось прорваться на улицу и прямо под ноги этому зверю. А силы, да и заклинания уже были на исходе. Если бы вы не подоспели, тут бы мне и конец. Что ты будешь делать дальше? В городе много раненых. Я помогу всем, кому смогу. Мы нашли, откуда лезут чудовища. Пора наведаться туда и устранить угрозы. Слава и растилу, что хранит эти земли. Как только закончится эта битва, отправляйтесь прямо туда и уничтожьте источник заразы. Сожгите там все, коль потребуется. Мне нужно идти. Ступайте, ваша милость. Мне тоже пора. Бой не окончен. По городу рыщут чудовища. Раненым нужна помощь. Да поможет нам всем и растил. Фух, вроде отбились. Вы отлично сражаетесь, ваша милость. Непонятно даже, зачем вам стражники нужны. Хилл пытается улыбнуться. Город мы теперь удержим. Уж поверьте. А вы до сути этой напасть доберитесь. Только на вас и надежда. Ну, сдается мне, что закупиться нам не дадут. Вот как-то, не знаю, такая... Так вот как-то есть. А почему лечение недуга не действует? Нет, не хочет. Не хочет. Ладно. Ну что ж. Вовремя я сажрал все припасы. Вовремя я сделал, в принципе, все. Ладно, ребят, что делать? Бежите в столицу. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Беда, конечно. Но если стражники с такими же тварями расправлялись, то стоит отметить, что стражники у нас самые что ни на есть топовые. Честь им и хвала, действительно. Окей. Вроде как столица... Ну, я не могу сказать, что все приходит в норму, но хотя бы как-то все успокаивается. Пошли дальше. Уходим. Новые события. Они давно висят. На самом деле, было сказано же, что, типа, дальше пещера с неромантичным названием. Где-то дальше вверх по реке. Пещера. Вот санец. Ладно. Пойдем. Путь. Ну и там вверх по реке будем искать. Выбора у нас особо нет. Да. Нам надо попасть в утробу ломашню. Это хорошо, что тут есть ресурсы. Но они нам сейчас не помогут. Тем более, это не наша... Избежим. Не удалось. Удачная встреча. Ничего не скажешь. Что мы можем сделать? Мы можем всех на холд поставить. Наш персонаж может поиграть. Октавия, девчуля. Надеюсь, до тебя никто не доберется. Что у нее есть? Не первого уровня. О, кислотная стрела. Отлично. Жабелось еще. Дэр. Вариантов немного. Наш персонаж играет музыку. Девчуля, а у тебя был призыв. Прикосновение неуклюжести. Нет. Я и в ближний бой не пойду. Так, ну, видимо, молебен. Так, ты, ярость. И понеслась. Не-не-не, друг-друг-друг, молебен. Давайте попробуем призвать какую-нибудь фигню. А, у нас, кстати, есть вот это же. Раскат грома. Нет. Не раскат грома, а добрая надежда. Очень хорошая тема. А, ну и, видимо, просто я уже с ним сразился, и он мне по щам надавал. Ай, один свиток ускорения остался. И он мне, кажется, потребуется. Давайте тогда активно всеми силами лечить Валерит. Что делать? А где наш призванная тварь? Что, она, типа, пришла и такая, все? О, стоп, 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 стоп. Смогли. А, бой завершен, а опыт 240. Нормально так. При прочих равных нормально, стоп. Почему он автоматом не остановит эту песню, а? Ну, ладно. Ну, довольно-таки удачно прошло. Могло быть и лучше, но могло быть и хуже, как было только что. Интересно, нам вообще дадут хоть, ну, минуту покоя? То есть, я предполагаю, что в какой-то момент мы, конечно, с этим совсем справимся. Не после того, как мы с этим совсем справимся. А сможем ли мы с вами передохнуть? Что-то я не хочу в деревню серебристого следа. А, туда ли я иду? Давайте так. А, вроде да. Ну, то есть, по реке и т.д. и т.п. Ну, тут, кстати, тоже далека. Мм. Так. Ага. Ну. Ой. Горная форель. Ага, кто-то на пути. Стоило нам повернуть в направлении Вардхальда, как навстречу нам вновь попались стражники. Обменявшись любезностями, они сопроводили нас до города. Барон не применил возможности узнать, в чём причина такой осторожности. Разбойники. Мы вернулись назад и вернулись во владение Барона. Хм. Окей. Ой. А карта взяла и презумела. О, нашли. Не, входить не будем. Ну, и знаете что? Пожалуй, на этом мы с вами этот эпизод и закончим. Будь она проклятая, это ломашту, устроим ей полнейший просто разнос в следующем эпизоде. Ну, а в этом пока всё. Ещё раз спасибо всем, кто смотрит эти прохождения. Спасибо Максиму, Ваваеву, Андрею Фиолетову за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну, и в общем-то, через пару дней, я надеюсь, мы с вами встретимся и наваляем тем, кто здесь есть. Вот. А на этом этот эпизод закончен. Ещё раз счастливо, удачи, пока-пока, приходите.